Мы не живём друг у друга в головах. Это мой афоризм. Поэтому очень сложно написать какую-то фразу в интернете или в книге, чтобы каждый понял её, как она там написана. Каждый понимает по-своему. И поэтому в процессе общения нам нужно понимать, что у всех свои ассоциации. Особенно если человек сильно нагружен, загружен, а ему хочется разгрузиться, вы ему что-то говорите одно, он в это время понимает другое. У меня даже есть такое стихотворение, которое многим нравится, я его прочитаю. Когда мы нервные, мы дети. Вы слышите меня или не слышите? Я вам говорю, я вам кричу. Кричу как маленькие, как дети, как колыбели я кричу. Глаз вопиющего в пустыне, бегущий по коротким по волнам и возвращающийся к нам. Который слышит только маму. Который слышит только маму. Который слышит только маму. Навек привязанная к нам. Посмотрите, вот у меня старая картина. Мать и дочь. Знаете, какой там же самый лучший во всей этой картине? Ну, конечно, это глаза дочи, но, конечно, вот этот вот жест, вот этот, который их объединяет. Который их объединяет. Как важно слышать друг друга. Как важно слышать друг друга. Как важно слышать друг друга. Поэтому помните, пожалуйста, друзья мои, мы не живем друг у друга в головах. Поэтому писать надо и мне, и я вам должен так же писать. Так понятно, так просто, чтобы одинаково мы понимали друг друга. И только мама рядом с нами, но век привязанная к нам.